Получила ты сегодня кайф от сегодняшней поездки? Подошли к автобусу на станции и выяснилось, что он не сразу идет сюда, а он будет заезжать в разные города. Кто с Москвой знаком, тот поймет. То есть мы из Зеленограда проедем через Лобню, с Лобни на Долгопрудный, потом с Долгопрудного только сюда. Ну, в общем-то, мы люди с Оксаной мобильные, и поэтому мы решили поехать своим ходом. И, как оказалось, ехать не так уж и далеко. То есть полтора часа у нас заняла дорога на все про все. Ну, и, в общем-то, вот там впереди открывается у нас с вами замечательный вид на фонтан. Фонтан, я знаю, что вечером подсвечивается, а сейчас в данный момент играет музыка. Но мы хотели бы проехать еще по парку на вот таких вот веломобильчиках. Мы сейчас к ним подойдем, посмотрим, что там сколько стоит, потому что парк огромный, и вот так вот пешком здесь не обойдешь. Смотрите, как китайцы ходят с зонтиками. Но, кстати, зонтик бы сейчас не помешал. Во-первых, я сегодня забыла свои очки. Во-вторых, 30 градусов сегодня температура. Жарко. В общем, очень плохо там, конечно, кассира слышно, у нее не работает этот динамик. В общем, смотрите, 780 рублей стоит посещение вот всех здесь достопримечательностей, большой дворец, хлебный дом. Просто вот вход в эти помещения. И 200 рублей стоит вот прогулка вот на таком вот веломобиле. То есть он нас подвезет к большому дворцу, а дальше мы уже заходим и, соответственно, все осматриваем. Можно просто погулять по парку абсолютно бесплатно. Ну, а так как мы все-таки приехали сюда, хотим что-то узнать, поэтому, соответственно, мы берем полный курс. Ну, здесь уже заполнено. Давай на следующем. И я хочу сбоку, вот здесь сзади, ну, вот спереди хотя бы. Оксана, это уже спереди присправилась самая первая, рядом с водителем. Да-да, четыре. Телефа ширина. Два. Оранжерии построены. И вот сейчас аудиогид сказал, что даже аркмозы там выращивали, то, что было вообще не свойственно. Представляете? В общем, очень много информации у аудиогида. В общем, всем советую, если будете в парке, обязательно прокатиться на таком вот электромобиле. 15 минут всего лишь занимает экскурсия, но вас привезут по центральным аллеям, вы все посмотрите. А потом уже можно ходить. Ходить здесь можно, я не знаю, мне кажется, часов шесть. И что мне понравилось, сейчас аудиогид сказал, в общем, в 19 веке так сказали об этом парке, что нужно быть художником, либо поэтом, чтобы описать этот парк, то, насколько здесь все это красиво. Я не художник и не поэт, но, по крайней мере, я попытаюсь вам показать, насколько здесь здорово и красиво. Значит, смотрите, мы сейчас проехали. Здесь находится Большой дворец и Хлебный дом. Хлебный дом, ну, это все по аудиогиду, я вам говорю. Задумывался, как столовые, кондитерские многочисленные, место хранения для многочисленных продуктов. И мы сейчас с вами посмотрим, что у нас там внутри находится. В общем, смотрите, вот это вот памятник архитекторам, которые построили вот этот ансамбль. Это Баженов и Казаков. Вот он, вход, Большой дворец. Здесь при входе продают сувенирчики. Смотрите, при входе в Царицыно, кто был в Царицыно, висит вот такая вот, висят портреты. Вот они были в Царицыно, император Александр Второй, великая княгиня Елена Павловна, император Николай Первый, великий князь Михаил Павлович. Ну, они были, и мы с вами пойдем и все сейчас посмотрим. Вот так вот выглядела Царицыно когда-то. Здесь вот сразу при входе идет экскурсия, люди, кто купил экскурсию. Вот здесь представлены печные изразцы, а вот здесь картинки, как выглядели печи, оформленные таким образом. И вот сейчас мы с вами попали в Екатерининский зал. Ослепляет такое количество света, мало того, что здесь везде окна, плюс еще горит очень-очень много лампочек. В общем, вот сейчас гид говорит, что 6 килограмм сусального золота, использован он для оформления этого зала. А вот это вот, смотрите, какая потрясающая люстра. Вот это вот, смотрите, на канделябрах, на этих изображена вот такая вот голова Медуза Гаргоны. И она, оказывается, является как бы охранником вот этого зала. А вот это вот наверху, я обратила внимание, говорю, может быть, гербы какие-то или еще что-то. А оказывается, нет, что вот это вот все по кругу, окантовка идет, ордена. Очень жалко, что камера, конечно, не передает весь этот шик, блеск, потому что освещение, вот когда на свет падает, но потрясает воображение. Вот, смотрите, портрет Екатерины Второй. Неизвестный художник, кстати, нарисовал. А вот это, смотрите, предметы сервиза. Предметы сервиза. Это посуда, видите, в Германии была сделана. Фарфор, роспись, золочение. Это сервиз для завтрака на одну персону. Вот, смотрите, как завтракали в те времена. Какие подносы были, кружки какие маленькие для чая, ложечки. Все это было сделано, ну, в смысле, не было сделано, сделано из фарфора. Итак, хлебный дом. Смотрите, архитектор Баженов строил его в 1784 году. За один год все это было построено. И вот сейчас мы с вами находимся. Это атриум. Такая прелесть. Все хочется рассмотреть. И, в общем, сделано все это, видите, как в форме колодца. Наверху прозрачная стеклянная крыша. Ясняю, в общем, оказывается, теперь тут хлебный дом. Здесь проходят выставки. И вот здесь, что посмотреть, это нужно смотреть расписание выставок. Вот, допустим, на первом этаже третья российская выставка гобелена. Гобелены. На втором этаже зачем ребенку медведь. Искусство в границах СССР. Заповедник. В общем, все, что касается там... Я как думала. Ну, потому что я ж не сведущий человек. В общем, историей-то мало интересуешься. И я, в общем-то, думала, что хлебный дом, он использовался по своему назначению. Получается, что он не использовался. Я думала, здесь какие-то старинные элементы, вот, утвари остались. А так как это не использовалось, то, соответственно, здесь ничего этого и нет. Только проходит... Ну, можно посмотреть на само здание отреставрированное. И проходят разнообразные выставки. И даже, мне кажется, самая основная достопримечательность, это вот этот вот атриум. То есть вход. Вот этот хлебный дом. И вот, смотрите, здесь можно у нас примерить исторический костюм и сделать уникальные снимки. Здесь есть такие вот платья, фотосессия в исторических костюмах на фотоаппарат посетителя. В выходные и праздничные дни 250 рублей можно пофотографироваться. Ну, и пользуясь случаем, показать вам вот еще такой зал. Здесь, видите... Да, я сейчас отдам. Свадьба проходит. Очень красиво. Вы видите, получается, фотографии в историческом месте. Так, я иду. Вот Оксану сейчас облачают. В общем, платье получается... А, вот это вот кринолин, да? Ну, я из... Ну, не то, что я из деревни, ну, как бы, ну, не знаю. Не знаю я. Ну, не то, что я в ту эпоху. То, что ты просто мало интересуешься. Ну, получается прям здорово. Ну, Оксану любуюсь, потому что это вот ее, видимо. Это было твое время, Оксана. Когда носили эти платья. Я тоже так хочу. Такие вот шикарные платья. Вот как вы думаете, вот из всех этих платьев... Мне говорят, вот это вот бордовые. Говорю, бордовые я не хочу. Я хочу зеленые. Почему? Ух ты! Так здорово! Так, сейчас будут Елену одевать. Она сказала, конечно, она может и так пойти. Да, я вот так. Ох, ей какое зеленое. Ой, зеленое, как тебе идет, а? Вообще твой цвет. Хожу, кроссовки не видать. Да, кстати. Можно было в те времена и кроссовки вставить. А мне так нравится вот здесь. А у тебя почему-то открытые? Ну, ты поскромнее была, видать. Красиво очень. Я прям ощущаю себя. Мама, вот так, чтобы она в беду. Только не в белом, а в зеленом. Ну, ничего. Можно? А, мне кажется, не красиво. Лена, покрутись. Ой, ай да Лена. Когда ты еще почувствуешь себя, принцесса? О, вообще, потрясающе. И в зал идем. И выходите в зал. В общем, почувствовать себя принцессой. Где вы еще можете себя почувствовать принцессой? Ну, конечно же, в королевском зале. Куда вы еще можете выйти? Кто-то в свадьбу играет, а кто-то в костюмах ходит. Но, на самом деле, удовольствие такое, классное удовольствие. Ну, вот не умею я говорить, как поэт и художник, но я считаю, что если вы сюда попали, то грех не сфотографироваться в историческом костюме. В общем, конечно, самое незабываемое впечатление это, конечно же, от съемки в костюмах. Всем советую, если вы здесь будете, на втором этаже дворца, Большого дворца Екатерины, можно вот так вот сделать фотосессию в костюмах. 250 рублей всего лишь. Нет, потому что фотосессию делали, свадьба не является свадьбой. Ну, мы фотосессию долго с Оксаной делали, но, извините меня, на таком фоне грех не сделать фотосессию. В общем, кому чего, а нам с Оксаной фотосессия в царице. Ну, на самом деле, здесь каждый найдет для себя удовольствие какое-то и интерес, потому что кому-то интересно посмотреть на сам парк, кому-то на дворец, кому-то на оранжереи, кому-то на хлебный дом, кому-то на выставки. То есть масса впечатлений вы получите, и если вы просто приехали в Москву, хотите здесь что-то посмотреть особенное, то парк Царицыно, мне кажется, на втором месте после Красной площади. В Большом дворце можно перекусить. Мороженое 100 рублей, фруктовый лед 100 рублей, глинтвейн можно за 100 рублей взять, морс. И вот такие вот цены на пирожочки. Цены умеренные, пирожочки симпатичные. Чай, кофе стоит 170 рублей. Кофе можно приготовить в такой кофемашине. В общем, где вы можете еще вот так вот посидеть в травке, сделать себе фотосессию и полюбоваться на все красоты парка. В общем, с Оксаной, конечно же, мы уже устали, потому что из дома мы выехали с ней в 10 часов утра, и сейчас уже у нас 2 часа дня. Ну, посмотрите, какая красота нас окружает. Когда я была здесь 20 лет назад, здесь только вот стены были, все было такое вот обшарпанное. Сейчас, конечно, город молодец, что восстановил всю эту красоту. Очень много иностранцев в парке гуляет. Но тут любому действительно интересно посмотреть. И это такой, мне кажется, все-таки самый колоссальный музей, заповедник, парк в Москве, равных которому нет. Смотрите, какой ослепительный вид открывается сверху. Здесь есть вот такая вот осмотровая площадка. Те, кто вот, ну, любой желающий может посмотреть, но там очень много свадеб. Видимо, красивый фон открывается оттуда. Парк – самое оптимальное место вот для прогулки в жару. Сейчас вот, когда очень жарко, а здесь ты идешь в тени деревьев, прохлада. Хочется так себе представить на месте Екатерины II, когда она управляла таким государством. вот, смотрите, спустились мы вниз. Здесь можно покататься на катамаранчиках. Сейчас узнаем, сколько катамараны стоит, Оксан. Там вот электромобиль едет, вот вокруг этого пруда мы объезжали. Как вам девушка? Девушки, видите, какие симпатичные. Вот, когда на этот фон смотришь, такое ощущение, что в сказку попало. Потому что, ну, посмотрите, нереально, да? Отражение деревьев в воде. Вся вот эта вот зеленая кромка, сама гладь воды. Все такое чистенькое, ухоженное, аккуратное. Ощущение чего-то такого нереального. Километры пути, она называется. Этот парк я потом посмотрю ради интереса. Если телефон мой с ума не сойдет к концу съемки, камера-то точно не выдержит. Посмотрю, сколько мы прошли километров пешком. Потому что здесь ходить, ходить, не переходить. Почему я с собой сегодня не взяла сюда баню? Потому что с ребенком здесь ходить. Если только ребенок в коляске. А так, ну, я надеюсь, вам видно сзади. Какое здесь расстояние. Ой, здесь чем-то наверху торгуют. Вот таким вот образом. Видите, здесь наверху богини. Кто лежит, кто сидит, кто стоит. Я хочу сказать, знаете, как здорово, когда ты сидишь дома, и ты все это смотришь по какому-то устройству. Либо по компьютеру, либо по телефону, либо по планшету. Я смотрела точно так же этот канал своим ходом. Виталик в Америку, когда они приехали, там была такая жара, много-много ступенек, там каньон какой-то. И они туда спускались. Виталик такой бежит, весь запыхавшийся. Говорит, вы даже не представляете, как здесь жарко, как тяжело. Но я ради вас спущусь там туда-то, туда-то. И так сидишь, думаю, да подумаешь, там несколько ступенек вниз, что там спуститься. Но когда сам вот такие вот километры наматываешь, понимаешь, не рассказывает нам сейчас никто ничего. Просто мы можем увидеть своими глазками и вам показать в том числе. Вот какая-то каменная стена, на которую тоже, видимо, нужно подняться по многочисленному количеству ступенек. Оксана говорит, что ей ходить очень жарко. Я на километру в Мексике поднималась. Она не готова на такие поступки. Я не могу, у них же вообще все течет. Да там немного ступенек, ладно. Да, пожалуйста, иди, я тебя сниму отсюда. Да я сама себя сниму. У меня две камеры, пожалуйста, иди и снимай. Ну, мы сейчас сами туда поднимемся. Не знаю, кому как. 40-градусная жара меня пугает. Наличие ступенек меня не пугает нисколько. Кто меня спрашивал, ездили мы ли на экскурсии в Турцию. Здесь единственное, что очень узкое место. Вот экскурсия есть там, как же она называется. Ну, в общем, вас приводит такой древний амфитеатр, Демре-Кекова, по-моему. И вот там ступенек гораздо больше. А это так, мелочи жизни. Единственное, что дыхалка срывается. Вот так. Посмотрите вниз. Оксана все-таки решилась подняться наверх. И мы с вами поднимемся. Смотрите, какая прелесть внизу. Смотровая площадка. Вот. Какая красота. Жми на полу, лайкни меня, лайкни меня, лайкни меня. Жми и добавляйся в друзья. Мы даже не... Смотрите.